Близится к концу недели, как Зеленский был избран президентом Украины. Однако странным образом его никто так до сих пор и не видел. Путин уже раздает паспорта своего запоребрика шахтерам Донбасса. Суды и судьи, засучив рукава, начинают масштабный реванш. А призека-то все нет. Звучат лишь размывчатые комментарии штаба. Это что получается нашему 73-процентному слуге народа? Нечего сказать этому самому народу? В сети набирает обороты мощный флешмоб про то, что 25% отдавших свои голоса за Порошенко таки оказались правы. Голограмма не работает. Команды нет. Спетлял даже Комаровский. Разумков, видимо, персонаж чисто для балабольства, а других претендентов даже не видно. Все активнее пороха сватают то на премьера, то на министра иностранных дел. Жители Львовской области и вовсе хотят его видеть в качестве главы области. Вопрос. Зачем это все тогда было? Почему эти 25% все видели, а остальные 70% с лишним тупили и ходили на избирательные участки? Хотя мы не правы. Отдельные шаги для обозначения своей будущей деятельности команда «Зе» уже делает. Но то, что мы от них слышим, не влазит ни в какие ворота. С интервью выступил Апаршин, страшный дядька, похожий на Ганнибала Лектора из «Молчания Ягнят», который в штабе «Зе» отвечает за оборонку. Рассказал, что в 2024 году солдат на передке будет получать штуку евро. Юморист, твою мать. Сейчас оклад бойца на нуле – 24 тысячи гривен в месяц. Невелика прибавка будет за 6 лет. Целых 7 тысяч гривен. Но и это не главное. Судя по риторике, войну никто заканчивать не собирается. Все было балабольством. С такими заявками 25% адекватных избирателей с каждым днем будут прибавлять в количестве. А хотите больше трэша? Знаете, как Паршин будет добывать бабло для таких зарплат? Он будет сдавать в аренду военные объекты. Говорит, что у Министерства обороны дофига лишнего имущества. Чтобы вы понимали смысл всего сказанного, напомним, что Паршин – это тот человек, который в бытность Гриценко, министром обороны, успешно распродавал и сдавал в аренду это самое имущество. То есть, выходит, Муженко и Бирюков несколько лет таскались по судам, отвоевывали разбазаренное добро, отстраивали казармы, полигоны, не зарабатывая на этом деньги, а вкладывая их. И теперь приходит этот деятель и будет делать все с точностью до наоборот. О да! Вперед! Зек! Команда! 25% с таким успехом превратятся в 50% еще до инаугурации, которая с такой стремительностью действий штаба Зеленского может превратиться в самый быстрый импичмент в истории. Но самое смешное – это, конечно же, наш избранный президент, который не смог даже достойно и самостоятельно ответить на личное оскорбление со стороны чешской прессы. Пришлось вмешиваться Министерству иностранных дел и послу, которые выразили протест и потребовали извинений за публикацию о Зеленском в местной газете, где вышла статья с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов». Ну вот как избранный лидер, президент огромной страны может смолчать на такое? Хоть бы на рояле сыграл, но в самом-то деле. В общем, прошло всего пять дней, а новости из президентского лагеря одна краше другой, что самое характерное – поступают они вовсе не от президента. Товарищ новоизбранный, не пора ли прийти в себя? Ведь с избранием вы получили не только рейтинг, но и обязанности. С ужасом смотрим вперед и ожидаем, какие новые кадровые решения примет наш 73-процентный. И напоследок хочется обратиться к тем 25% людей, которые не прошибла московская пропаганда и фекальный информпоток плюсов. Вы таки видите, что мы были правы. Вы видите, как исходятся на говно фанаты ЗЕ, которые уже видят, что они не получат ровным счетом ничего из того, что гундосила голограмма в своей избирательной кампании. Что нам делать в такой ситуации? Правильно. Тыкать, извините, мордой каждого его избирателя все следующие пять лет в каждое высказанное этим избирателем недовольство. Жалуется, что поднялись тарифы? Так это ты же проголосовал за ЗЕ. Жалуется, что поднялся проезд в автобусе, метро, маршрутке? Так ты же голосовал за ЗЕ. Вырос доллар? ЗЕ. Дорог нет? ЗЕ. Лекарств нет или дорогие? ЗЕ. Без виз отобрали? ЗЕ. Санкции с России сняли? ЗЕ. И так каждый раз. И пускай только попробуют сказать, что президент за это не отвечает, как им толдычили все это время про пороха. Пускай только попробуют снять с себя ответственность. Пускай каждый индивид с наклейкой ЗЕ-команда на автомобиле или чехле от смартфона знает, что это теперь его персональное клеймо толпы, которая повелась на голограмму.